Всем привет! Доброе утро! У нас сегодня какой день? Четверг, боже. Четверг? Мы уже в апреле, надо перейднуть календарь. Я на работе. И сегодня делаю маленький влог. Хочу вас взять с собой немножко по моей деревне, по кибуцу. Покажу вам несколько мест. Мы с вами пойдем в холодильник. Вы поймете, о чем я говорю. Накормим кроликов моих соседских. Их хозяин их почему-то не кормит, поэтому нужно пойти взять им всякой травы. Пойдем в магазин, но в магазине я думаю, что снимать не буду. Мне нужно купить несколько вещей. Я обмениваюсь посылочками с одной из своих подписчиц, и мне нужно купить несколько вещей для нее. И покажу, что я ее покупаю. И да, пошлите. Мы решили с моей работой. Сейчас только зайдем в другую сторону. Идем на секунду. Мне нужно несколько вещей положить, отдать. Штаны, которые я не хочу. Примени, которые мы не хотим. У нас есть 10 магазинов. Типа как бы, секонд-хай, не будешь как-то назвать. И все, что мы не хотим, мы сюда вот складываем. Сейчас. Это применим. И вот. Положила. Так. Ну, пошлите в магазин. Надеюсь, трясти не очень будет. Мы идем. Значит так. Идем в магазин. Мы вот в магазин ходим с такими вот сеточками. Эту сеточку я купила после нас в Париже в супермаркете. Да. Почему ходим с такими сеточками? Потому что у нас кибуц решил перейти на такие сеточки для того, чтобы, ну, как это, грин пицца, ну, сохранять мир от всяких целлофанов и тому подобное. Ну, целлофановые кульки до сих пор есть. Их можно купить за пол... Можно купить за пол... Пол шекеля. Пол шекеля это, наверное, 15-50 центов. Типа того что-то. И да. И холодильники мы открываем вот такими вот кнопочками. Кнопочка, покажись. Вот такой вот кнопочкой. У нас есть одна кнопочка для столовки. Когда приходишь кушать, нужно ее провести. Таким образом это отчитывает, что ты кушал. И так они знают, сколько порций в день делать. И такая же кнопочка заводит машину и открывает холодильник. Так, чтобы каждый не мог открыть. Так, спустимся здесь. Раньше я жила вот в этом доме. Раньше вообще это была гостиница. Но когда-то стало мало места в деревне. И эта комната разделили для молодых-молодых пар. И вот я жила вот там, вот внизу. Вот это мое окошко было. Все дальше. И потом, когда я познакомилась со своим мужем, нынешним мужем, то мы переехали в дом чуть побольше. В принципе, абсолютно такой же дом. Только плюс еще одна комната. Так. Когда ходишь и снимаешь, запыхиваешься. Дальше. Я так периодически выключаюсь, снимаю. Людей я не хочу. Перед людьми неудобно, наверное. Вот на таких вот бимбочках ездят у нас взрослые люди. Как собакин спит. Прямо около столовки. Буги. Спит ему. Сегодня хорошая погода. Томска. Я разоделась, как зима, как будто бы. Так. Здесь наш клуб. Значит, клуб. Клуб это там, куда мы раз в неделю можем прийти попить кофе. Нет, можно каждый день приходить пить кофе. Но когда все собираются. Весь вся деревня приходит попить кофе. Это обычно по пятницам вечером. Вот сейчас его будут открывать уже как летом. Будут ставить здесь бар. В общем, ну бар такой. Не знаю. А, нет, вообще-то готовят, по-моему, к празднику. Ну, летом тоже тут стулья, столы. Вот. Так. Ничего не падает? Нет. И обычно мы сюда приходим в пятницу и во вторник все вместе. Так, сейчас пойдем вниз. Нет, вообще пошлите через траву. Боже мой, что ты сегодня с голосом? Голос вернись ко мне. Так, здесь это наша поликлиника, которая работает каждый день по 3 часа в день утром. Если у нас есть что-то срочное, что-то произошло, то мы едем в соседнюю больницу 20 минут до нее. Мы звоним по такому специальному телефону. Так, сейчас я вам показываю здание. Секунду. Мы звоним по такому специальному телефону. Нам дают направление. И мы едем в типо реанимацию, да, как бы в первый прием, как это называется, быстрый прием. Ну, типо реанимации. Нет, не реанимация, но первый прием. Так, спускаемся. Вот тут вот наш магазин, а вон холодильник. Сейчас пойдем сначала в холодильник. А вон, видите, взрослая женщина приехала вот на такой вот бимбе. Такие все взрослые здесь ездят именно так. Идем в холодильник. Сейчас покажу, как мы это открываем. Тут как раз утром завозят все, потому так много коробок и не убрано. Эти коробки будут убирать немножко попозже. Так, кнопочка, бимбочка. Сейчас покажу, что у нас в холодильнике есть. Открываем. Открываем. У тебя будет холодно. О-о-о, дубик, 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 дубик. Так, пришли. Окей. Нужно взять курочек. Ой, вообще я их чуть нету. О, дефицит. Так, секунду. Кролики едят. Кролики, что вы хотите. Ой, какие огуречки красивые. О, помидорчики, помидорчики надо домой взять. Боже, не подвинуть. Как же это все одной рукой то сделать. Так, да. Спокойно. В общем, кладу помидоры. Красивые. Пахнут они вкусно. Ну, как они, понимаете? Да, люблю такие помидоры, потому что пахнут. Вот, красавцы. Это для дома, для меня. А, вот. Возьмем им салат. Иду сюда. Хочу снизу. Так, положим туда. Яиц почему-то нет. Обычно здесь еще стоят яйца, но тут осталось два раза чихнуться. Так, мне нужна теперь для них капуста. Тут уже есть порезанная. Там есть полный качан. Так, возьмем. Качанок такой хорошенький. Вот только возьмем половиночку. Так, дальше. Здесь у нас есть молоко. Однопроцентное, трипроцентное. Это то, что в Израиле, по-моему, больше всего пользуется. Что еще нужно для кроликов? А, морковка. Морковка. Положим ее сюда в куличек. Смотрим, помидоры. Так, в основном я им резать ее буду. Так. Всего одной рукой. Даже сколько ей морковки положить. Сейчас наложим. Ну, штук пять хватит, да? За это сложила. И что же я домой еще возьму? На мой я, наверное, знаете, что-то возьму. Я возьму два огурца. И лук. Я люблю, чтобы у меня дома всегда был лук. И люблю, чтобы он был... Так, этот лук нехороший. Люблю, чтобы лук был маленький. Вот типа такого шута. Давай сюда иди. Так, обратно. Ох, ух ты, мой. Как-то все сложно одной рукой. Так. И обратно. Сетка моя уже вся полная. И все сюда. Так. Вот. Сложились. И в путь блин, капюшка. И в путь далку. Выходим. Вот. Так. Выходим. И там вот прямо будет магазин. Сразу холодильник начинает работать. Когда вы открываешь, он как бы останавливается его работа. Так. Теперь идем в магазин. Я думаю, что здесь это над не могут. Потому что тут рабочие. Им будет неприятно, что я буду с камерой ходить. Вот. Ну, так магазин выглядит. Туда заходим. И как раз первые полки это то, что мне нужно. Так. Сумку оставлю здесь. Я пошла. Давай покажу. Я тут уже накупила всякой ерундой. Сейчас придем домой. Все вам покажу дословно. Вот. Примерно так это у нас выглядит. О-хо. И там я все выбирала дальше. А, я вспомнила, что еще хочу. С магазином. Надеюсь, меня вообще слышно. Так. Мы все с магазина. Идем домой. Кстати, вы знаете, что у нас есть сирень. В Израиле, по-моему, сирени нигде нету. А у нас высоко есть. Ха-ха. Так. Вот наша сирень. Пошли дальше домой. Так. Идем дальше. Тут обычно даже стоянка. Машина у нас состоит. Потому что вот уже наш дом. Ой. Стала я. Тесить сетки. Так. Вот мое окошко. Там попадало. Несколько вещей нужно поднять. Здесь у нас все кусты сняли. После снега все обломалось. Идем домой. Ой. Кроликов кормить. Ура. Так. Я дома. И вон моя собака. Ну, мама, покажи, что ты купила. Да? Дона. Показать тебе, что купила. И хочешь кроликам в трассе сказать. То. То, мой сладкий. Зачем ты плюгаешь? Зачем ты плюгаешь? Мой сладкой мордой. Так. Давайте я вам покажу, что я купила. Что? Интересно? Да? Вот так, как дети приходят. Дона. Там все для кроликов. Тебе ничего не подойдет. Так, сейчас все положу на стол. И вам все покажу, что я купила ей. Вот я все разложила, что я купила. Сейчас вам все покажу. Так. Ну, мы договорились, что я куплю ей уход за кожей. И лаки. Но лаки у меня, по-моему, не получится купить. Поэтому лаки в другой посылке я пошлю. И вообще мы все это договорились с моего видео, когда я чистила свою косметику. Дон, перестань там ползать. Спасибо. И еще я посылаю там ей сушку. А ты сашевит ужасную. Но она ее хотела попробовать. Она просто ужасная сушка. Не покупайте ее. И одни румяна, которые мне не очень нравятся. Так, значит, что я здесь купила? Так, спокойно. Нужно разобраться. Все написано на русском, между прочим. Все хорошо. Купила вот именно всю эту, ей эту фирму, которая называется Spa Farm Dead Sea Minerals. Эта фирма именно у нас продается в магазинчике. Но и почему-то у нас она очень хорошо идет. На удивление. Потому что вообще израильзиане, израильскую косметику, особенно вот таких вот всяких разных марок, не особо любят. Но это, на удивление, идет отлично и просто раскупается моментально. И очень многим нравится. Поэтому именно я пошла на нее, потому что, ну, очень хорошие отзывы. У нас тут около 200 женщин. И они очень многие пользуются. И действительно очень хорошие отзывы. Поэтому я решила тоже ей послать именно вот эту фирму, да. Значит, первое. Что это? Сейчас будем читать на русском. Антивозрастная сыворотка. Так. Я через это читаю через сыворотку. В общем, антивозрастная сыворотка. Обогащенная минералами мертвого моря для всех типов кожи. Вот. Все тут написано на русском. И внутри, я думаю, что все тоже будет написано на русском. Следующий, ночной питательный крем для повышенной упругости кожи. Тоже для всех типов кожи. Следующий, осветляющий крем с SPF 15. Обогащенный тоже минералами мертвого моря для всех типов кожи. И также, так, на русском, увлажняющий крем для нормальной и смешанной кожи. Вот. Такие 4 крема. Потом здесь такой крем для рук. Из той же серии. Потом тут такое вот молочко для лица. Потом. Здесь уже немножко другой фирмы. Я ценник сняла. Крем для ног. Здесь надо будет ей написать, потому что тут не написано на русском. Этот крем для ног, он с... Боже. С оливковым маслом. И вот такой вот тоже израильский от фирмы Maraz. Бальзам для губ. Для сухих губ. Такой лечебный бальзам. Ну вот. Такой вот уход я купила. Если честно, мы с ней как-то не договорились. Сколько каждый пошлет друг к другу. Я понятия даже не имею, что она мне посылает. Вот. И также я хочу ей послать такие две шоколадки, которые я всегда вожу за границу, когда я еду. Они вот с такими вот взрывушками во рту. Такой молочный шоколад с взрывушками во рту. Ценник хотела снять, но он бумагу рвать не буду. И также я пошлю ей попробовать, что я тоже всегда вожу за границу. Это называется типа сухарики в суп. Они вот такие вот желтенькие. Я даже не знаю, с чего они сделаны. Но их очень любят израильские дети. Именно с куриным бульоном сыпят эти сухарики и я их обожаю. Таким образом дети здесь едят супы. Вот пошлю попробовать. Очень многие, кому я посылаю, любят это. Ну, в общем, вот такая вот посылка у меня получается. Видео я это вам поставлю, когда я получу ее посылку, чтобы, ну... Или когда она мне скажет, наверное, что она получила мою посылку, чтобы лишний раз, ну, как бы, человека, наверное, не показывать заранее. Нет, то, чтобы не растаять, но заранее не показывать, чтобы эффект сюрприза не прошел. И сейчас пойду вот разберу эту сумку. И порежу морковку и будем кормить кроликов. Ролики. Тут моя странная машина, все на улице стоит. На таком балкончике я им дала морковку. И... Как это называется? Капуту. Пусть кушают. Они такие славные, не представляете. Они кушать хотят, сразу идут. Морду вытаскивают через эти... Эй! Вон того дальнего зовут Шокол, а это Мока. Кушают хорошенькие. Кушайте, кушайте. Так, ну вот это я. Пришла я, включила свет, показать вам себя. Ну что, вот такой влог у меня получился. Покормили мы кроликов, чтобы они бедные, голодные не были. Людям нужно, как это говорится, права для того, чтобы держать животных. Честное слово. Да. Сейчас надо будет взять все и постинка нас послать посылочку. Потому что моя посылочка уже идет ко мне. Пошлю, наверное, экспрессом, чтобы ей быстренько дошло. И надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по всему этому поводу. Расскажите мне свое мнение, как вам наша деревня. И да, мы с вами встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...